Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас первый день лета, с вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сальфудин. Это моя программа, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. И как раз в это самое время подъезжает инкассаторская машина Сбербанка. Такие вот дела, сейчас я вам покажу. Смотрите, она подъехала, инкассаторская машина Сбербанка подъехала. До заднего входа магазина. Там и другие магазинчики есть, наверное, к Магниту и другим магазинчикам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я у него читала, что он ходил, будучи мало кому известным, почти никому неизвестным Жил в трехзвездочных отелях Когда начинал свои такие лекции, читать лекции И ему, кстати, было неудобно Он писал, что ему очень было неудобно Потому что он живет, преподает Такие лекции, как говорится В общем, как Мужчина уже уходит Как стать состоятельным Он живет в трехзвездочном отеле Так что вот Ходил в пятизвездочный Сидел на первом этаже В лубе Их впитывал Он, по-моему, конкретно не пишет, как он спит Он его атмосферу, роскоши, наверное, представлял А, он что? Он представлял Что он в один прекрасный день сможет останавливаться В таких шикарных, шикарных отелях Пять звезд Ну что? Инкосудовская машина Уже отъезжает Как-то не быстренько Осторожно, там кошка бежит Там моя кошка бежит Мужчина осторожнее С этой машиной Там киса Когда они решили остановиться Там, ну, кто-то проезжает Или что-то Они, наверное, пропускали вот эту белую машину Пропускали Так не вижу Там выехали Ну, там такие деревья Ну, в общем, они поехали Конечно, они поехали Ох, и такая шикарная Такая шикардовская Такая просто-просто такая шикарная Ох, приняла Сегодня второй раз Приняла душ Сегодня два раза мылась под душем Ох, с этим кремом Такой крем Крем мыла Помылась под душем Сделала такой легкий майкап Такой немножко Полос Легкий майкап Оделась красиво Для видеосъемочек Так что вот Это я о чем? А, это да Джон Кеха, я так понимаю Как-то как-то вспоминаю Он просто вот в пить Ну, то есть он представлял Что в один прекрасный день Он сможет останавливаться В таких шикарных отелях Вот И как он сказал Что я разбогател А, это как Мухаммед Али Или как он там Какой-то вот этот вот Мужчина, который там Ну, на это я не будем Пример приводить Он просто в своей книге Это приводил Вот, он просто взял Взял, знаете, такую вот Базу, базу Как он сказал Джон Кеха написал так Что я разбогател Для вас Чтобы с уверенностью Выйти на сцену И сказать Что я миллионер Вот Что я преподаю Я добился успеха Я преподаю И мне можно верить Потому что я богат И это система работы Так что я разбогател Для вас Чтобы нести эти знания Такая очень интересная Позиция Ну, а уже у Натальи Борисовны Правдиной Дипломированного Мастера Пуншуй В общем, совершенно удивительная Удивительная Сказала такая Волшебная фея Которая В общем Преподает уже 20 лет Продала больше Ее книги переведены На многие языки мира И продана больше 20 миллионов экземпляров Я так понимаю Она тоже богатая Очень женщина Вот В ее книге Я читала Что вот эта дымка Нужно представить Такую вот дымку Какая фиолетовая Или, знаете Такая лучезарная Представить эту дымку И впитать Питать ее в свою ауру Что такое Расширить В свою зону комфорта Ну, зона комфорта Это Паджеку Кайнсот В моей книжке Можете прочитать Я там Как бы Взяла Вот эту цитату Что писал Джек Кэнсот Про эти рубашки Я Автор книги Тайная психология денег Секреты богатства и процветания Ну, если может Кто-то впервые Смотрит Мое видео Хочу еще раз Хочу сказать Вот И Джек Кэнсот Про эти рубашки Про эти рубашки Как он стал покупать более дорогие Дорогие рубашки И понял, что там Эти рубашки Намного лучше Знаете, там другое качество Там другое качество ткани Эти рубашки совершенно другие Он понял, что да Да, это дорого Это как бы для него Сначала он купил помаду Несколько А потом стал покупать Такие вот эти дорогие Комфортные Потому что, знаете У меня было пальто Когда я купила пальто Вот вам кажется Вот черное пальто Просто черное Ну, черное пальто Я, правда, его купила С большой скидкой В магазинчике Маршалл С этой Джей Макс С большой скидкой Так, оно, в принципе Такое дорогое Ну, не супер-супер Но качество Вы не представляете Если взять просто Обычную ткань Или как-то вот эти Огромный там выбор Например, черное пальто Там чуть выше колена Приталенное То есть Насколько там Не знаю Там лекалы Или что там Ткань Волшебная ткань И вообще Знаете Вот эти вот рукава Знаете Вот эти рукава Это, знаете Такое пальто Было как пиджак А оно такое Достаточно зимнее Было С таким зимним бродником Ну, как оно По фигуре Понимаете Вот что там Какие-то выточки Я не знаю В чем секрет И, знаете Это как-то Искусство красоты Вот этого Искусство дизайна Этой одежды Оно было Настолько красиво Оно было Настолько Вот это вот Знаете Это совершенно Совершенно Просто Феерично Скажетно Счастливым Обладателем Этого пальто Стал Василий Вориан Чубов Я в этом пальто Между прочим Ездила В Лас-Вегас Вот Вы можете Видеть меня В этом пальто На фото Которое Я там Выкладывала На мою страницу Вконтакте Тодиан Салман На черепис Мактумсай Тодиан Черепис Вот Я ездила В Лас-Вегас И делала Там эти фотографии В этом пальто Вот То есть Оно Совершенно То есть Тебе Постут разницу Понимаете Взять обычное Какое-то Более Дорогое Пальто И вот Какое-то Я не знаю Феерически Суперское Как это делают Но это искусство Понимаете Это одежда В ранге Искусство Вот Точно Я не могу Сказать Как это Получается Вообще Как это Вот это Как это И что Сейчас Мне нужно Подключить На зарядочку На компьютер А вот Это я О чем А Это О Джеке Кэнселде Что Там У него Было написано Что Он стал Расширять Зону Своего Комфорта И Расширять Рубашек А мне Посоветовал Его Учитель Вот Сейчас Одну Мою книжку Там Вообще Почитаю Это Более Более Конкретно Вот И В общем Он стал Расширять Расширять И Избогатить И В общем Как там Расширять Своё Сознание То есть Просто Каждый Автор Учитель Не знаю Мотивация Как там Психология Богатства Позитивная Психология В общем Личность Род То есть Каждый Немножко По-своему Каждый Немножко По-своему Как-то Об этом Он говорит Это Преподает Вот Но если так Это Сумировать Если Сумировать Ну Такие Вот дела Про Лас-Вегас Я уже Вам Говорила И Вчера На моём Видео Упомянула По-поводу Вот этого Даже Хотела Знаете Вот Отель Завинишн Мне Очень Понравился Отель Завинишн Как Венеция В миниатюре Эти гондолы Внутри Понимаете Внутри Отеля Так Оформлены Такие Потолки Расписные Как небо Вот Такие Какие-то Вот Прямо Где-то Там Какие-то Штуки Прямо Как в церквях Там Что-то Какое-то Расписное Что-то Такое Прямо В общем Просто Феерия Феерия И когда Входишь Внутрь Там Вот Эти Вот Каналы Эти Гондолы Ну Это Такое Впечатление Было У меня В общем Произдел Этот Отель Просто Сказочно Феерический Сказочно Феерический Я сегодня По телефону Подходила Несколько Извините Какая-то Была Феерия Звонков Знаете Это Как Это Деньги Когда К вам Приходят Большие Деньги Как-то Приходит Сразу И Много Знаете Они Как-то Вот Это А тут Звонки Кто Как-то Особо Не Звонят А тут Сразу По телефону Говорит Смотрю А еще Один Звонок Еще Как-то Знаете Всем Сразу Как-то Надо Вот Поднимала Трубку Несколько Раз Разговаривала Я Сегодня Ну Что Там Разговаривала Три Раза Три Раза Если По телефону Разговаривала Ну По поводу Игоря Мы Не Берем По поводу Игоря Вы Слышали Да Я Ж Вам Включила Громкую Громкую Связь Вот Но Этот Звонок Про Который Я Говорю Вы Не Слышали Вы Не Слышали Был Во Второй Половине Дня Ну Так Что Вот Ну Уж Поверьте Татьяна Солмановна Собирается Ехать В Америку Я Хотела Вам Сказать Понимаете Это Мой Такой Образ Такой Знаете Мисс Вселенная Просто То Что Я Солны Слушала К Телефон Это Не К Этому Образу Это Я Скажу Шепотом На Ушко Этому Как Там Владельцу Этого Отеля Когда Я Увижу Я Скажу Шепотом На Ушко Это Будет Наш Секрет Потому Что Я Такая Звезда Феерическая Я Я Присажу Вы Знаете Мистер Вот 1 июня 2021 года Татьяна Татьяна Солмановна Мактум Са Этого Это Я Если Вы Меня Чем Знаете Услышала Такую Фразу Это Был Личный Семейный Разговор Татьяна Солмановна Не Хочет Слышать Таких Фраз Внутри Своей Семьи А Еще Татьяна Солмановна Мактум Сальфудин Будучи Еще Александровой Татьяной Юрьевной Парковка Была Я Была Замужем Как Сегодня Может Слыш Знаете Кто Сегодня Рассказывала Я Была Замужем За Максимум Дански Четыре Года Вот Помимо Квартиры Мы Еще Парковку Приобрели Так В общем Эту Парковку Я Продавала В конце Шестнадцатого Года В наличные Деньги Я Немножко Суммирую надо будет еще подумать я думаю как-то красиво обыкать красиво сказать потому что если это как-то понимаете я думаю как это сказать это феерически феерически я на каких-то видео там уже говорила на каких-то вы же там эти смотрите у меня такое знаете насколько там я там насчитала вам на одном канале у меня 3000 языка там написала 95 видео и 3200 с чем-то видео на каждом видео я я уже на одном из этих видео вам там говорю так что вот да 3 минуты 3 минуты игорного бизнеса я не знаю может быть они сильные конечно такие вот 3 минуты игорного бизнеса и а ты уходишь бинго короче бинго ну да может быть они конечно 5 минут выдержали может быть они такие сильные в общем как-то вот это а хочется феерии хочется праздника у меня это знаете вот это просто менять там я вам скажу что у меня такие идеи и что там нужно очень многое менять сделала салмана сделает там такую феерию он там очень много чего поменяет это будет просто просто будет сказка я же делала 4 этажа вот этот эйлинг просто вот это вот там будет цвет фуксистости прям вот эти эти этажи понимаете прям вот цвет фуксистости вот и дисней лэнд там будет частный вот салманы там будет частный дисней лэнд так что это частный дисней лэнд вместо горного бизнеса вот такие вот дела а о чем это я а о чем а нет знаете вот облака облака уже днем были такие облака еще хорошо позагорало вообще такое небо небо чистое небо чистое и самое главное вот это насладиться собой природой погодой свежим воздухом погодка уже теплеет уже на санкт-петербурге такое лето лето чувствуется плюс 18 плюс 18 такой очень приятный воздух очень приятный воздух ну сейчас я вам покажу мою сумочку что мы сейчас это мою книжку почитаем что там Джен Кейлсфелд по поводу по поводу зоны комфорта а нужно поставить мне на зарядочку ну сейчас на зарядочку у меня такая сумочка а знаете что это там я как-то подвела вам там видно вы должны видеть или вам по-прежнему подвела ну что ты милая ну давайте мы поближе подвела вам там видно или как-то подальше вам как там у меня это входит а в спитале даже это подвинуло или это здесь за гаражом ах это Ксения с такой сумочкой с двумя этими сумочками ну ах это такая феерическая звезда ну что здесь сейчас отключу эту шкучку зарядочку сейчас зарядочку сюда компьютер на зарядочку компьютер на зарядочку это здесь и так они которые они это они они Продолжение следует... 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 Что, сейчас поищем этого Джека Кэнселла в моей книжке, я автор книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Так что вот, если что-то такое, я уже думала, правда, вот если что, сразу буду нажимать на стоп, а потом заново, буду потом заново сделать видеозапись. Где тут зона комфорта? Давайте посмотрим по оглавлению. Так, что именно мышление сердца происходит? А, вот, смотрите, 14, 14 глава, 131 страница. 131 страница, сейчас все прочитаем, ничего не почитать, все почитаем. Повышаем качество и комфорт в жизни. О, расширяем, где дорогие кафе, надо еще раз подбить, потому что это как раз, как раз к этому волшебству. О, ах, это волшебство, ну, как ты так эластически, как ты мне так, в этих видео, как ты так улыбалась, какая всякая была в этих потоках любви, в этих потоках любви. Понимаете, мужчина, мне для потоков любви ваши еще отели, понимаете, я хочу только, понимаете, меня вдохновляют деньги, понимаете, чувствую себя богатой, вот этой, уже миллионершей, миллиардершей. Мне нравятся ваши отели, так что, вот, я ими восхищаюсь, чтобы мне, вот так вот, быть такой вот этой манкой, сказочной, такой вот этой волшебной и вкусной, я должна быть супер богатой, вот. Иначе, ну, вы там посмотрите другое видео, ну, вот это вот, которое видео я сегодня засняла, там, в самом конце, там, в общем, как-то чего-то вот это. Я сама как-то засняла, потом, в общем, потому что, ну, как, в общем, настроение, должно быть настроение. Мужчина, ну, какое настроение, понимаете, нужны эти вот наряды, макияж, вы понимаете, все же это стоит. Татьяне Салмановне, у меня в следующем году будет юбилей, мужчина, 50 лет, представляете, 50 лет, юбилей. Ну, эти ж наряды, хочет это, я люблю красоту, хочу жать себя красивыми вещами, в общем, вот это вот, шикардос, люблю черную, красную, лобстеры, лангусты, лобстеры, понимаете, вот эти вот, в общем, креветки, салмон, фрукты, клубнику со сливками, ананасы, шампанское, ну, без шампанское, кофе-лоте, эти тирамису, ах, эти писташки органик, эти салаты, органика, бананы, органик, и все такое супер-супер органик. А все это стоит. Я хочу иметь парк этих машин, понимаете, чтобы эта машина, этот Хаммер, понимаете, вот был такого цвета, гармонировал с моим вот этим, как это называется, как это называется, правильно как это называется, в общем, это. Вот этот цвет, знаете, он такой черный золото, такой черный золото. Ну да, вот выезжать, понимаете, мою прогулку, чтобы вот это гармонировало, или под цвет моих сапог, мне очень мои сапоги нравятся, как и президентские мужчины, чтобы вот цвет Хаммера гармонировал, вот это, понимаете, чтобы оно было вот такое, а вот эти штучки были не серебряные, а золотые, как у меня на зеркале, так что вот. Я такая, такая вся, такая вот, понимаете, себя вот так вот украсить, и вот наслаждаться, и мебель, и все, и одежда, это все стоит денег, и Хаммер так покрасить под цвет моих нарядов, как в каком, на каком цветах Хаммере хочу сегодня поехать, вот. Прямо как этот мужчина, как-то вот этот Дубай, нет, он не из Дубая, он там вот это вот, машина, у которого там скучают, у меня бы не скучали эти машины, он иногда скучает, у меня целый парк этих скучающих машин, я смотрела. Ну да, в общем, паркомфорт, понимаете, вот эти дорогие рестораны, частный самолет, я вообще такое золото люблю, понимаете, такое золото, это потаит, а это все стоит денег. Я этим вдохновляюсь, люблю очень красиво себя заснимать, вот. И наслаждаться, я могу, знаете, вот это вот, часами эти наслаждаться, то есть, как это украшать, потом вот это вот заснимать, потом это просматривать, загружать, и вообще вот это ходить по дому, там, вы знаете, или по эллингу, там, это четыре этажа, наслаждаться, вот это вот. А еще кошек мне нужно искать, у меня в общем, кошки пропали, представляете, две кошки пропало, не да? Две кошки, один кот. Не знаю, как вы хотели, ну как вы хотели. Ну где тут джек-кэнфилд, давайте уже к этому джек-кэнфилду. Вот здесь у меня зона комфорта. Деньги чувствительные, ох, да. Деньги, джек-кэнфилд. Деньги, джек-кэнфилд. Деньги, дай-лоль, дниги, дай-лоль! Гот, подня-лоль. Здесь шить? Витя, где пишут? Здесь об этом, а Георг Пятый, Георг Пятый, Татенца. Ну да, смотрите, страница, мы отмечаем 136. Так, когда я впервые приехал в Лос-Анджелес в 1981 году, пишет Джек Кэнфилд, всемирно известный автор и лектор, мой босс повел меня в высококлассный магазин мужской одежды в Эст-Путе. Прежде максимум, что я платил за белую рубашку к пещерному костюму, это 35 долларов. В Ноттрене, известный магазин в Америке, примечание автора, это мое примечание. Здесь же самая дешевая рубашка, стоила 95 долларов. Он покупал рубашки по 35 долларов, мужчины. А тут рубашка за 95. Я был ошеломлен и покрылся холодным потом. А, еще, знаете, я хочу вот эти вот лобутены или как там с этим, с бриллиантами. Смотрите, сколько мне нужно денег, мужчины, смотрите, лобутены с бриллиантами, чтобы они гармонировали, понимаете, вот эти вот клипсы, знаете, мне вот эти ожерелья надо, потому что эти вот клипсы такой в бриллиантах, и на каждую, понимаете, на каждый палец, знаете, все в бриллиантах, есть эти лобутены с бриллиантами, чтобы я вышла, понимаете, как я на этих видео говорю, как там называются, вот это все. Ну что, к этим рубашкам. Он был ошеломлен и покрылся холодным потом. Если босс в тот день купил много вещей, то я смог позволить себе лишь одну рубашку от итальянского модельера за 95 долларов. Меня занесло так далеко, за пределы зоны моего комфорта, что я едва дышал. На следующей неделе, облачившись в эту рубашку, я был поражен тем, насколько лучше она сидит и выглядит, и насколько лучше выгляжу в ней я. Через две недели, надев ее еще всего два раза, я поистине влюбился в нее. Я привыкла в Америке, вот это постельное белье, я его называю с пикселями, как Пэрин все говорил, ты смотри, чтобы вот это вот был котом вот такой вот. Я раньше как-то вот не обращала, когда я приехала в Америку, ну какой там котом, какие пикселя, понимаете, здесь что-нибудь такое купил, и ладно, и хорошо. А Пэрин говорит, что вот у него вот кожа, чтобы это не кожа, этим пикселями, я стала обращать внимание. И прямо вот эта ткань, она настолько мягкая, понимаете, это вот как бы обычные люди, они как-то, знаете, как-то не обращают на это внимание. Да, эти рубашки, понимаете, все-таки вот эта вот элитная, понимаете, вот эта элитная одежда. Так, хорошо, вот он влюбился в эту рубашку. В течение месяца купил еще одну, а в течение года вообще заменил все свои прежние рубашки. Вот, мужчины, я тоже хочу, понимаете, вот, я влюбилась в эти лабутены с этими, я тоже хочу вот, знаете, вот эти вот, купить себе бриллианты, понимаете, на каждый палец по бриллиантам, вот этому кольцу, здесь тоже эти клипсы, понимаете, эти ожерельцы с бриллиантами, сумки с бриллиантами и эти лабутены. Я тоже с бриллиантами. Ну хорошо, я приду, понимаете, в этом платье, в этих лабутенах, как они называются, с бриллиантами. Приеду к вам на неделю, в этот Лас-Вегас, Я же не могу в этих одних лобутенах ходить каждый день. Как я там ходила, когда приезжала в одной обуви на каблуке. Вы поняли, да? Мне нужна на каждый день новая пара вот этой обуви. Да? Мне уже предлагали, что там деньги вложить в эти пыльки. Встал бы с карави. А, какие-то бриллианты или золото? Что там они делали? Золото или бриллианты? Это вообще мое. Знаете, что там было? То ли бриллианты, нет, там было золото. Я очень люблю золото. Они там добывают золото, а я люблю все вот это золотить. Это золотить я очень-то люблю. В общем, заменил он все эти рубашки в течение чего-то. А в течение месяца. Так, постепенно, хоть и медленно, изменилась и моя зона комфорта. Потому что я привык пользоваться вещами лучшего качества. Пусть и более дорогими. Пусть и более дорогими. Пусть и более дорогими. Пусть и более дорогие выяснили. Знаете, у этого Фина Ярия, знаете, вот он как-то, ну, потом вот это там, вот это, а потом его на дискотеку. Ну, вы поняли, так? Я же вам уже рассказываю. Спросите там у этого Ярия, так что с тем самым, наверное, к ним не пристает, нет. Это чистый вот этот вот, как там вот называется. Что у меня тут дальше? Дальше идут... О, что такое у меня? Прекратите там кашлять. Прекратите там вообще вот это. Какая слышимость? Представляете, это вот там по дороге ходят. Что это там такое? Вот это вот. А у меня же видео, кстати, будет видеосъемка. Я тоже посмотрела на прошлое. Все, что там вот по дороге делается, все это у меня отражается на моем вот этом, на видеосъемке. Это вот по дороге. Представляете, по дороге там вот это ходят какие-то вот эти посторонние дотянуки. В общем, ладно, смотрите. Сто тридцать восьмой стране, не будем отвлекаться. Приучайте ощущать себя людьми высшего класса. В Америке есть организация, которая занимается обучением желающих стать миллионерами. Так вот. Вообще вот это вот мое, знаете, вот это вот, эти шикарные, знаете, вот это шикарно, как-то вот эти вот, какие-то вот эти бизнес, вот эти бизнес, бизнес, вот это вот. Так вот, дорогие, так вот, дорогие мои, все свои тренинги она проводит в самых роскошных и дорогих отелях, таких как Рискартелл и Хилтон. И делает это от них не случайно, а для того, чтобы приучить участников ощущать себя людьми высшего класса. Вот. Это книги какую-то вычитала. Так что вот. Таким образом, это, по-моему, уже как янцелла, я и прочитала. Таким образом предполагается расширить уровень комфорта участников, изменив их внутреннее представление о самих себе. Вот. Обычно такой семинар завершается званым ужином, на котором все присутствующие обязательно должны быть в вечерних нарядках и костюмах. Это также делается все по той же причине, так как многие из участников семинара впервые участвуют на подобном ужине в шикарной вечерней одежде. Это как, знаете, я очень много раз была в Гранд-отеле Европы, мне тоже очень нравится. В Гранд-отеле Европы я там много раз была, и, знаете, когда я там была в разных этих ресторанах, правда, не была там наверху в этом ресторане, а вообще, конечно, я у них тоже всегда, вот, знаете, когда вот такая шикарная обстановка, знаете, тоже как дома, я вот чувствую себя как дома, понимаете, вот так вот. Прям шикарно, понимаете, когда идешь, шикарно, там шикарно, мне так очень нравится, в общем, как-то вот это вот. С другими отелями как бы и не сравнить. Ну, что там есть этот, как там, как называется, САС, как не САС, как там, Рэдисон, Рэдисон, на Невском, Рэдисон, ну да. В общем, ладно, очень ладно, настраивайте себя, что все самое лучшее в театрах, самолетах и ресторанах ваше. Скажите себе, что вы с сегодняшнего дня VIP-персона, VIP-персона. Все лучшее, что может предложить этот мир для вас. И так оно и будет. Ну да, я вообще на самом деле вот какой-нибудь, знаете, такой семинар, где это расширение комфорта, в этих комфортных условиях. И такая вся такая прям вот эта вот шикардозная. Вот это вот мое. Раньше я свадьбу хотела. Думаю, там или свадьбы, или там где регистрация, брак, меня как-то привлекало. А потом стала привлекать вот такое все шикардозное. Потому что, знаете, я уже поняла, что многие, как бы, знаете, вот стесняются и не могут. Это отдельная тема. Это не суда. В общем, ладно, об этом мы не будем. Мы вообще об этом такой вот. А денежный магнит. Я магнит для денег. Жизнь полна изобилия. Здесь и сейчас, и всегда. Где бы вы ни находились, к нему нужно только подключиться. Сен-Жермен. Действительно ли я могу стать денежным магнитом? Безусловно, можно. Так, это следующий уже, 139. Мне немножко, знаете, сквозняк. Мне нужно на кухне, на гранд-рестраунте закрыть окно. У меня там немножко сквозняк. Понимаете? Или нужно немножко, мне здесь немножко утеплиться. Или там закрыть. Я там схожу, закрою окно, чтобы сквозняка не было. Мы с вами продолжим. Продолжим. Ну да, обычные люди, если у них, знаете, как-то если денег не ожидается, денег нету. Вот, кстати, она сама, она может. Я-то вот сколько там, пять озер там. Могу там и с дорогими чаями поинтересоваться. Я даже, знаете, если меня так вот свозить куда-нибудь там в этот вот, как там называется, куда-нибудь там в этот салон машины, я могу поинтересоваться дорогими машинами и приехать. Ну, как бы, и вообще там, не знаете, будет там сколько-то там тысячи рублей в кошельке. Вот. А я у них поинтересуюсь. И там вот это вот. Или какие-нибудь, ну, что меня интересуют там, хаммерами, еще чего-нибудь могу поинтересоваться. Ну, так что вот. А уж антикважные магазины, понимаете? Если в антикважном магазине я увижу эти золотые эти штучки, там какие-то зеркала. А, у меня же эти, я коллекционер. У меня же коллекция зеркал, картины, вообще-то мебель, мебеля. То есть в каком-то адекватном магазине я увижу что-нибудь такое, я тоже начну интересоваться. А вот это, а вот то, скажите мне. И с таким вот этим, с таким, так вкусно буду об этом говорить. И эти все люди думают, что я сейчас прямо это все буду покупать. Я там один раз вот так вот была, мужчина мне даже потом услышала, как я это говорю. И предложила сразу купить дом за несколько миллионов там, миллионов вообще какие-то. Я вообще просто была удивлена. Я просто люблю, знаете, я люблю это потали, вообще такие золотые какие-то вот эти вещи. Мне нравится, могу поинтересоваться. А когда я интересуюсь, у меня такое вот это вот, я так этим восхищаюсь. То есть, и я правда, мне это так нравится, я уже думаю, что, ну, возможно, я это куплю, и как-то я к этому так расположена. А протоксы, вообще люди, которые служат, они думают, что я уже, знаете, так богата, и если не сегодня куплю, то завтра. Мне просто об этом так вкусно, у меня просто страсти. Так что вот. Просто у меня такой страсти, например, к какой-нибудь фигне, вот если мне что-то такое дорогое, но он мне не очень нравится. У меня такой страсти к какой-нибудь фигне нет. Вот. Я не могу так вот рассказывать, что мне это не очень нравится. А вот какие-то такие вот, или, знаете, вот эти вот буфеты, или золотые, эти штучки, или какое-то что-то такое понравится. я могу так поинтересоваться вкусно вот потому что действительно понравилось я как-то считаю что мне это очень понравилось и когда тебя подумали мне как-то само это нужно сделать в общем как-то запотались или еще что-то какой-то этот образ поскольку как-то богатеть надо только мы с вами изучаем этих великих богатых у джека кэнсел да как говорится тони роббинса наталью правдину этого как там джона кеха мы с вами изучаем все сейчас я там закрою сейчас если приду я прикрою а 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 Ну что, я уж такая иду, такая космическая звезда. А вообще, так, сумочка, там я прикрыла, вообще, когда я еще училась на юрфаке, я помню, в столовой однажды увидела Собчака, Анатолий Собчака. Он тогда уже был, знаете, вот этим известным, известным таким. Меня, знаете, удивило мое такое вот это вот внутреннее ощущение. У меня не было к нему какого-то вот такого, знаете, что какой-то вот, ну, вы понимаете, да, если вы видите какую-то. Хотя, знаете, вот когда я увидела Эдиту Пьеху, она меня, кажется, удивила. Знаете, вот Эдита Пьеха, я подумала, она же вот эта Эдита Пьеха, это же просто, как говорит, просто легенда. Легенда. Я как-то вот к Собчаку отнеслась спокойно, меня так удивило, это когда еще, знаете, в этом в правоведении работала, студентка была, студентка или только практикантка была. Я потом вот думала, это очень интересно. Такая интересная тема, потом ее, потом ее с вами так это разобьем. Это, знаете, это связано, я уже потом поняла, когда я стала заниматься позитивным мышлением и энергетикой. Знаете, вот эти люди, которые при власти, при богатстве, при каких-то регалиях, в принципе, люди, когда их видят, они к ним, знаете, к ним очень так это относятся и те чувствуют. Те на подсознательном уровне считывают, кто как к ним относится. Кто к ним, например, относится как бы на равных, вне зависимости. То есть, и как-то вот это вот, знаете, вот, это очень интересно, очень интересный, очень интересный такой вообще, такая тема очень интересная. И что дает такую уверенность, понимаете? А те вот чувствуют, вне зависимости, в принципе, ну так, если ты нормально одет, но не супер-супер, даже, знаете, если ты там нету недорогого, то есть видно, что ты там не супер, и видно, что ты там не богат, вот. Вот. Но вот это вот какое-то вот это вот отношение, это очень интересно. Такое, знаете, внутреннее состояние. Я просто вспоминаю, я его редко видела. Знаете, вот Дмитрия Медведева, Дмитрия Анатольевича Медведева, я просто вспоминаю его по юрфаку, я видела его всего несколько раз, но уже годы-годы прошли, и честно говоря, я же там многих, с кем я, понимаете, работала машинисткой в журнале правоведения. Знакомы там и с Юрием Кирилловичем Толстым, и я уже там уже говорила вам, там другие видео смотрите, и с Антоновичем Ивановым, и там многим там преподавателям, понимаете, и с Кропачевым, вот, и в общем, на самом деле, вот годы-годы, знаете, я вот так иногда вот думаю, вот в нём, вот в нём, в Дмитрии Медведеве было что-то такое. Он, в принципе, не зря стал, вот, был, знаете, вот этим, президентом Российской Федерации. Он ещё тогда, будучи, будучи кандидатом, он преподавал, понимаете, он преподавал там, где семинары, как-то в группах семинаров вёл, и в нём вот это было что-то такое с этим его портфельчиком, вот, это вот, это вот точно. Вот самолёт опять летит, я надеюсь, вы там, не только не надо снижать, а затем Салмана опять за вас волнуется, опять летит самолёт, вот этому, по этому курсу, по этому курсу опять к лесу, или там аэропорт построили. Я надеюсь, он просто летит, он не идёт на снижение. Опять там, вот там уже взлетел самолёт, и шёл он куда-то там на снижение, куда-то там снижаться. Будем надеяться, что он просто ушёл с горизонта, потому что он тоже куда-то там, вот это вот, куда-то он ушёл с горизонта, будем надеяться, что просто задоман там, зашёл, в общем, как-то вот это. Опять по тому курсу, к лесу, в общем, самолёт. Это я о чём? Это я о чём? Знаете, что-то в нём, знаете, вот внутреннее, вот какая-то вот эта внутренняя уверенность, вот это вот, понимаете, знаете, как там, эти люди, которые разбираются, знаете, как там вот это вот, как называется, язык тела. Язык тела и вот внутренний, что-то такое чувствуют. Это уж, я уж потом, знаете, вот так вот прикинула, да у нас же пару раз его увидела, и вот ни в ком, ни в ком, понимаете, такого вот не было, как в нём. Удивительно, просто удивительно. Так что вот. Счастливая, прозревшая красоту мира. Это 85-я страница. Счастливая, пребывающая в гармонии. Вселенная – это огромная гармония. Все точно соответствует всему. Это огромное чудо. Такое огромное, безмерное, безграничное. Все находится в таком соответствии со всем, абсолютно, за исключением человека. Человек – это единственная белая ворона существования. И причина этого заключается в том, что человеку был дан огромный дар. Дар сознания. Все другое пребывает в гармоничном соответствии. Это просто, естественно, быть в соответствии со Вселенной. Человек должен решить, быть ли ему в соответствии и в согласии с миром или не быть. И человек обладает свободой выбора. Это огромный дар. Но он может быть неправильно употреблен. И миллионы людей неправильно употребили его. Они избрали несоответствие с существованием. Они избрали конфликт с существованием, борьбу с существованием. Конечно, они страдают. Вы не можете бороться с целым. Целое настолько огромное, оно так велико. Это подобно волне, которая борется с океаном. Это просто глупо. Это высшая глупость. Но именно это решили сделать и многие. Эго – это просто волна, которая борется с океаном, пытаясь завоевать Вселенную. Я вот тоже удивляюсь. Если вы читали мой Love Journal, в котором я там много что написала. Вы же читали. Хочу еще, знаете, есть такие просто какие-то жемчужины. Жемчужины я нашла. Это в книжечке «Библия счастья», «Сам лайк» в моей библиотеке. В общем, хочу метафорично теперь сказать. Знаете, непрямым. Потому что я уже там говорила. Мужчина, ой, неужели он мне машет? Мужчина, ох, мужчина. Ну, мужчина, только не думайте, что я с вами вплитую. Они двое. Мужчина, ах, как вы мне нравитесь. Мужчина, я вам вдохновляюсь. Только не вздумайте подходить к балкону. Интересно, это они мне махают или не знаю. Они машут или как-то сказать. Он как-то такой, а может быть, это не мне. Может быть, это я впечатлилась. Такие восточные, такие симпатичные, восточные мужчины. Мужчина, если вы меня смотрите, даже не думайте в том, что я с вами как-то вплитую. Понимаете? А ведь он мне помахал или нет. Он меня смотрит. Мужчина, вы не принимайте на личный счет. Это как в Америке. Я уже рассказывала, рассказывала. Правильно, кто-то вас потерял, где там это была? Мужчина, вы не думайте, что я сплюжду. Я просто, знаете, вдохновиться на такие восточные мужчины. Я вообще люблю восточных мужчин. Просто, понимаете, это, как сказать-то, вот это вот. Как в Америке. Знаете, вот эта энергия любви по вот этому, как его, по Тони Робинс. Она бывает разная. Как и там на этом Хаммере, и, знаете, такая вся вот эта вот. Ну, вы там посмотрите мое видео. Так что ничего личного. Потом я вас близко не вижу. А к этим восточным мужчинам, знаете, там они втроем. А еще такая машина там есть. У них такая на черной машине, они как-то сейчас подъедут. Мужчин, даже не вздумайте. Так что Татьяна Салмана скажет, что это не вам. Татьяна Салмана скажет, что это не вам она махала. Это просто там самолетов. Там он куда-то там, я не знаю, там, куда-то он приземлился. А еще машина есть. Они могут еще и подъехать. Так что лучше с ними, конечно, это не шалить. Знаете, вот такой мужчина на такой вообще машине. Такой восточный. Это третий, который был. А, ну это Мерседес. Мужчина, ну куда вы поехали? Мужчина, может, вы сюда подъедете, нет? Я даже не знаю. Может, вы сюда подъедете? Интересно, интересно, это он мне или нет? Интересно, это он мне машет? Слушайте, а, смотрите, это он. Давайте я вам его покажу. Смотри, это мужчина. Он, наверное, хочет, чтобы это 570 машин. Он хочет быть знаменитым. Кстати, мужчина, ах, какой у него чистый черный Мерседес. Ах, вот восточный мужчина. Вот он там поехал, поехал. Поехал. Получается, что мне машет. Ох, как я люблю восточных мужчин. Я надеюсь, он не вернется сюда. Сейчас она, Татьяна Салмановна, прорекламирует. Третий этаж мужчина. Татьяна Салмановна мне, знаете, вот это вот, 48, минус 30, получается 18. В общем, как-то вот это. Вообще, я уже говорила, лучше с этими восточными, с ними лучше руками не махать. Лучше, конечно, не махать. Я просто, знаете, это редко, ну, редко тут понимает. Я как сижу, видео уже снимаю. Вот, честно говоря, вот это вот. Здесь, знаете, вычислить можно, знаете, с какой я вот этого опыта, знаете, вот это. Ой, даже не будем, не будем огрузки, не будем. Вот это, как-то, ну, вы поняли, да? Такая вот машина, знаете, тут вообще уж так уручена. Ой, так маха. Ой, в общем, ладно, дайте мне не будем. Я даже эту страницу потеряла. Мужчина, представляете? Читала. Вот это какой-то какой-то, на 95-й на какой странице я вот это читала. Что-то вдохновиться. Я, понимаете, одно дело вдохновляюсь, понимаете, как-то вот его помахать, а потом с таким вот этим думаю, чтобы он, знаете, вот так вот проехал и куда-то там вот уехал. Чтобы он, ну, как бы, потому что я же не собираюсь, но выполнил его там, я уж их не знаю. Вот это я так, просто как-то, как-то называется. Мужчина, я надеюсь, вы не знаете этого, кто владеет этим отелем, да? Я там все рекламирую, или ниши. Что-то там, ну, там, вы их не знаете, значит, ничем, вот это. Все, 105-я, 105-я страница. В общем, все отвлеклась. В общем, я такая отвлеклась. Ох, ну, да. А сама думаю, знаете, такая. Понимаете, знаете, в чем фишка? Хотя он сама, в общем, скажет. Знаете, в чем фишка? Когда вот он мне помахал рукой, я была так удивлена, я даже удивилась, что он мне мажет. Потом они втроем три. А потом, когда этот на черном, на черной машине сюда выехал, я была удивлена, он тоже стал махать рукой. Я его засняла. Но сама, понимаете, я думала не с тем, понимаете, не, как сказать-то, помахав, помахав рукой. Я думала не то, что их привлечь, с ними как-то познакомиться и что-то там у них спросить. А наоборот, у меня была такая мысль, чтобы они, как говорят, тут они уже зашли, чтобы они проехали мимо. Ну, вы поняли, да? Это просто очень удивительно. Когда помахала рукой, ничего не имея в виду. Ну, да. Я, знаете, еще подумала, знаете, честно говоря, вот в чем фишка. Я же, понимаете, когда я вот так вот помахала рукой, особенно вот этот, я, конечно, восхитилась его и машиной, мне очень понравилось. И он такой, восхитилась, как он выглядит. Но сама подумала, подумала, это нужно быть вообще аккуратнее. У меня же самое главное, чтобы он проехал мимо. Не дай бог, что он как-то вот этот, а у меня же третий этаж. И, честно говоря, я с таким вот этим подумала, что как-то нужно, чтобы они, в общем, это просто удивительно. Вы поняли, да? Не то же не чтобы как-то с ними познакомиться и как-то сюда привлечь, а наоборот. Я даже не знаю, как это вам это же и сказали. Они все уже разошлись. Кто-то вошел туда, вот, значит, куда-то там пошел к этому, в другую вот эту дверь. Ну, к этим магазинам или к чему. А этот туда поехал. Надо что-то ему сказать, будут смотреть. А мужчина, знаете, что, Деяна Соломановна ничего не имела в виду. Просто, знаете, он просто помахал рукой. Я была очень рада, что вы смотрите. А раз вы, понимаете, раз вы меня увидели. Вы же не просто меня на балконе увидели, правда? Вы, наверное, смотрите мой LiveJournal. Два мои канала YouTube. Татьяна Соломановна МакТом. Сайт вводит на русском, на английском языке. И огромное количество видео. А потом Татьяна Соломановна МакТом. Стоит, футинка, я замужем. Так что, вот. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Так что, что все. В общем, вопрос, в общем, исчерпан, исчерпан. Как она в других видео я говорила, еще, знаете, контуристу, еще, знаете, каким-то финнам, шведам, американцам. Еще можно как-то с ними. А вот, честно говоря, ну, других у нас здесь как-то особо нету. А вот этим восточным, им, конечно, лучше руками особо, особо, честно говоря, не махать. Я-то вам не советую махать им руками. Ну, это мой такой вот этот совет. В общем, ладно, давайте, все. В общем, это к чему? Я тут прочитала. Счастливая, восхваляющая жизнь. Давайте ближе к книжкам. Ближе к книжкам. Так, я это уже прочитала. Я хотела эту мысль, мысль сюда. Вот образно. И вот не конкретно, а образно. Вот образно. Вот образно сюда. Это была эта фраза. Я уже как бы все. Значит так, теперь опять что-ли читать надо? Нет, это не то. Это что-то не то. Счастливая, свободная, счастливая, созерцающая, ну все, в общем, счастливая, возлюбившая себя. Видите, мужчина, вы меня сбили с мысли. Ну ладно. Нет, это что-то другое. Ваша чувствительность позволяет вам осознать огромную красоту, которая окружает вас, великую тайну, которая непостижима, которая не имеет ни начала, ни конца. Чувство того, что мы часть этой великой тайны, создает великую радость. Вот, вот, вот этот момент. Вот концентрируемся. С тем самым, все концентрируемся. Вот ваша чувство, вот эту вот великую тайну, которая непостижима, которая не имеет ни начала, ни конца. Вот, вот эта фраза. Я, знаете, об этом пишу в моем лайф-джорнале, а это очень поэтично написано. А они вот в чем решили, понимаете, вот с этой поэзией, понимаете, с этой поэзией, с великой тайной, которая непостижима, которая не имеет ни начала, ни конца. Они решили с ней сразиться. Так что вот, вот с этой великой тайной, с этой великой тайной. Вот, вот что я хотела сказать. Чувство того, что мы часть этой великой тайны, создаёт великую радость, понимаете. Мы являемся частью, вот, как-то вот, надо сказать, из поэтически, и позитиве, понимаете. Вот чувство того, что мы часть этой великой тайны, создает великую радость, понимаете? Это огромная, великая тайна, которая не имеет ни начала, ни конца, а мы часть этой тайны, понимаете? А вот эта часть, вот эта вот, понимаете, часть, она не может никак вообще каким-то образом вообще повлиять на вот это вот то, что не имеет ни начала, ни конца, вот что я хотела сказать. А они почему-то как-то решили, что в общем, понимаете, да? Восхваление – это молитва, а блаженство – это аромат. Ну что, тут еще раз подъезжают эти свежие, свежие фрукты, ну куда же мы поехали? С грядки на полку со скоростью свежести. А, хотя, да, сейчас будут вот этих вот овощей, ну да, сейчас будут этих овощей свежих органик, сейчас будут разгружать. Так, не надо, сейчас я уже, я мысль, у меня же уже мысль пошла от этого, да, я тут отвлеклась. Все, мысль ушла. Поэтическая, поэтическая. Нет, не поэтическая, а вот в тему, была в тему, я отвлеклась на эти свежие какие-то вот эти вот. Ну ладно. А, вот что я хотела сказать, знаете, я хотела-то отдельной такой строкой сказать. Дорогие друзья, в общем, и в общем, точно вот нужно найти что-то, и что вот действительно и правда помогло мне изменить так кардинально мою жизнь в 2003 году. Нужно найти, понимаете, найти эти тайны, найти вообще вот именно что смогло кардинально изменить мою жизнь в лучшую сторону и очень кардинально в 2003 году. Вернее, конечно, это совокупность, понимаете. Это книжка Джона Кеха, это карта сокровищ, это книжка Натальи Борисовны Правдиной. Я привлекаю деньги, или там в 2004 году у меня была, скажем, знаете, в сумочке у меня была постоянно моя была настольная книжка, мы с вами будем ее изучать, «Богатство в моих руках», просто шикардовная книжка, богатство, или эта книжка изменила богатство в моих руках, или эта совокупность плюс, понимаете, этот буклет Сергея Сергеевича Коновалова. Я же посещала очень много лет сеансы Сергея Сергеевича Коновалова. Это энергия сотворения, понимаете, вот энергия сотворения. Знаете, как говорил Сергей Сергеевич Коновалов, вот эту водичку, которую мы заряжали на этих сеансах, он говорил, что держите обязательно, особенно такие маленькие бутылочки надо было приносить для кожи. Вот, и он говорил, как, например, если вы обожглись, сразу берете из этой бутылочки водичку на ватку или на какую-то там, на что-то такое, и прикладываете, понимаете, мочите, мочите салфеточку или, в общем, что-то в этой водичкой, и прикладываете к месту, которое вы, например, обожгли, ошпарили, еще что-то. Вот, он его так советовал. И ожога не будет, и все будет нормально. Конечно, с этим такой спорный вопрос, и, в общем, вот это, но это правда работало. Это удивительно. Металл, хочу сказать, что, ну вот да, он советовал лицо умывать, вот, мочить, это специально для кожи, что лицо морщины, меньше морщин будет, и вообще, то есть, там много всего такое. И говорил, что вот эта энергия створения приходит с ним в зал, а эти люди, эти пожилые бабушки, которые говорили, что им за 70, они уже, эти глубокие пенсионерки, у них там многих зубов нет, и растут новые зубы. Эти люди, которые в середине этого 10 сеансов, в середине там 5-6 сеанс, огромная очередь была к микрофону, чтобы сказать о своем, как он говорил, нигде не говорите о своих, никому не говорите о своих результатах, но на сеансе можно сказать среди пациентов. Так что, вот такие вот дела. И там люди стояли в очереди, чтобы сказать, и многие говорили, неизлечимые заболевания, там феерия неизлечимых заболеваний, одно, другое уходило, у людей зубы, вот эти пенсионеры говорят, что у них новые зубы растут. Это просто, как говорится, годы, я же годы ходила, понимаете, на эти сеансы Сергея Сергеевича Коновалова. Конечно, можно что-то такое отнести, знаете, вот это вот, как там, плацебо, что там что-то показалось, само прошло, в общем. Ну, с морщинами, может быть, как-то это, но чтобы выросли новые зубы по эффекту плацебо, я не знаю, ну, в общем, я лично слышала. Так что будем, будем с вами изучать, это очень интересно, или это какой-то комплекс, понимаете, комплекс того, что так вообще помогло. Так мы с вами, вот вчера, вчера, сколько там, трехчасовое видео, я выписала из этих книг, смотрите, это нужно, смотрите, это из этой книжечки, из книжечки «Формулы денег» с онлайн «Искусство жизни». Столько времени потратила, я же вам уже показала. Вот, у меня выписано, это нужно повторять, повторять, так что вот. Сейчас мы, наверное, этим и займемся, веления. Так, давайте тогда сначала с этих начнем не с велений. Так, давайте посмотрим. Ну что, давайте теперь с начала. Любовь дарует мне успех. Я чудо вселенной, я достояние мира, я дар Боже. В моих глазах свет, в моем сознании изобилие. Моя жизнь праздник. Сердце мое – любовь. Я привлекаю деньги, я утверждаю счастье, я умножаю любовь. Мое желание исполнено, силой оно наполнено, сила Богом дана. Благодарю тебя, изобилие, благодарю тебя, сила, благодарю тебя, удача. Я все могу, космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Моя радость получать, моя радость отдавать. Бог с тобой, Бог со мной. Бог богатый, я богатый. Успех в настоящем, успех в грядущем. Успех неба надо мной, успех ведет меня к успеху. Изобилие – сила Божия, изобилие – сила космоса, изобилие – моя жизнь. Сон приносит мне познание, сон дарует процветание. Ты луч Божий, будь богатый. Я дышу воздухом изобилия, я купаюсь в водах богатства, я наполняюсь солнцем счастья. В моем сознании – источник вдохновения, изобилие и гармонии. Я богата богатством Бога. Богатство – свобода, богатство – сила, богатство – время. Я богата, я богата, я богата. Жизнь – праздник света и любви. Я в океане бессмертия, я в пространстве блаженства, я в свете изобилия. Моя цель – изобилие, путь мой, успех, воля моя, воля Божия. Так. Я есмь присутствие благое. Света столбом опечатай меня. Светом, что вызван именем Божиим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есмь присутствие благое. Света столбом опечатай меня. Светом, что вызван именем Божиим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есмь присутствие благое. Света столбом опечатай меня. Светом, что вызван именем Божиим из вознесенных владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить, я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать, и тогда я смогу этим пламенем стать. Я есмь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесном стал мой разум, разумом света. Я есмь свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме. Огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесном стал мой разумом светом. Я есть на свет, Христос во мне, гори всегда в моем уме, огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Божий податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии Твоем небесном стал мой разумом светом. Я есть им без страха и сомнения, прогоню нужду лишения, свыше сходит, ныне знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есть им без страха и сомнения, прогоню нужду лишения, свыше сходит, ныне знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есмь рука фортуны Божьей, что богатство света льет, изобилие благое от нужды прочь уйдет. Я есмь без страха и сомнения прогоню нужду, лишение, свыше сходит, ныне знаю, дар изобилия, помощь благая. Я есмь рука фортуны Божьей, что богатство света льет, изобилие благое от нужды прочь уйдет. Я есмь, я есмь, я есмь воскрешение и жизнь моих финансов. Так появитесь в моих руках для использования сегодня. Я есмь, я есмь, я есмь, воскрешение и жизнь моих финансов. Я есмь, я есмь, я есмь, воскрешение и жизнь моих финансов. Огонь фиолетовый в сердце пола, любовью башенственно ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце полай, любовью башенственно ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Огонь фиолетовый в сердце полай, любовью башенственно ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно, да буду созвучен тебе бесконечно. Я есмь, жизнь, что Бог направил. Правды свет вам не пылай. Дай Господне совершенство, от разлада избавляй. В правоте благого плана, в полноте благого плана укрепи меня навеки. Я есмь, предстоит совершенство, Бог живущий в человеке. Так, хорошо. Вот это остановились на моей книге. Моей книге. Зона комфорта. Так, зона комфорта. Постарайтесь по возможности покупать вещи на порядок выше, чем обычно. Пусть это будет одна вещь, зато более красивая, дорогая и удобная. И она станет магнитом, который будет привлекать в вашу жизнь подобные вещи, дорогие и комфортные. Поиграйте в миллионера, притворитесь хозяином, почувствуйте себя достойным всего прекрасного. Ощутите удовольствие и комфорт, почувствуйте радость уже сейчас. Представьте, что вы уже обладаете этой желанной вещью. И тем самым вы приобретите исполнение своей мечты. Ну, я же вам уже это писала. Я отрывок из книги Натальи Борисовны Прахмин, как она чеки выписывала, представляя себя миллионером. Я, кстати, в магазин ходила, представляя себя таким потомственным миллионером. Такой у меня ланч, знаете, такой, как у миллионеров. Я даже себе купила, знаете, какие-то имитированные икры, там, сколько там, 5 банок вчера. 5 банок, да? Черные-красные икры. Деньги очень чувствительны, и ваш разум воздействует на них. Вы сомневаетесь, что заслуживаете богатства и процветания, и мир видит ваши сомнения и страхи. Поэтому деньги будут обходить вас стороной и смотреть в сторону людей, сознания и мысли которых готовы, открыты, настроены на них. Сначала в сознании, во внутреннем мире, а затем в реальности. Я читаю мою книжку. Глава 14. Так, это... Денежный магнит. Невидимый духовный мир является источником бесконечного изобилия. Когда вы подсоединяетесь к этому источнику бесконечного изобилия, вы тоже становитесь бесконечно богатым. Хансен и Ален. Это цитата. Известный писатель и психолог Джон Кехо, о котором мы с вами уже говорили, будучи только на старте своей карьеры, специально ходил в дорогие пятизвездочные отели и впитывал энергию богатства и роскоши. Это о чем я вам уже рассказываю. У меня просто их книжки читают. 141 страница. Однажды, проходя по коридору отеля, он заметил открытую дверь и, заглянув, увидел номер, который застоял из нескольких комнат. У него возникло огромное желание в один прекрасный день иметь возможность останавливаться именно в таких номерах, шикарных, просторных и удобных. Однако, все, что он мог себе позволить, это снять этот номер на одни сутки, чтобы почувствовать атмосферу роскоши. Он сделал это. И что вы думаете? Всего через несколько лет он уже мог себе позволить останавливаться в самых дорогих отелях мира и жить в президентских апартаментах. Я в этой же голове пишу, как я впитывала этот проирменный этаж, проирменный этаж. Так, хорошо, давайте к карте сокровищ. К карте сокровищ моя тут, какая тут карта сокровищ. С чего все начиналось, я бы сказала, от этого бриллиантового кольца, почти в два карата, которые подарил мне мой бывший муж, Карим Аксуэль Дански. Если бы мне это кольцо, если бы мне эта картинка, которую я повесила сюда, вот в этой же комнате, я вырезала из дорогого журнала, это бриллиантовое кольцо. Если бы мне, наверное, если бы он мне не подарил, второго мне подарил, 2 августа 2003 года, такое кольцо, почти в два карата, такой бриллиант. Если бы мне это кольцо, вот, я бы, наверное, не стала заниматься вообще вот так вот влюбленной, телеклигой, позитивным мышлением, вот, думала, что, наверное, нет. Как все начиналось. Здесь, кстати, я вот пишу на 230-й странице известная писательница Элизабет Профит. Кстати, вот эти веления были из книги Марка Элизабет Профит, которую я только что читала. А здесь я вот пишу известная писательница Элизабет Профит, разбирая вещи своего мужа Марка Профита, нашла альбом, в котором он расположил свою карту сокровищ. Это обожелтевшая от времени тетрадь, включала вырезки из различных газет и журналов, начиная с 1940-х годов. Там она увидела картину дома, о которой мечтал Марк, а также изображение женщины, его мечты, которую он хотел видеть своей женой. И все это стало для него реальностью, как дом в определенном месте, так и идеальная женщина, удивительно похожая на Элизабет. Кстати, я бы хотела сказать, что как раз вот эта карта сокровищ, это вот, я так вот понимаю, Марк Профит. Я просто ранее, никого, так скажем, кто до него это делал, я как бы вот изучила огромное количество литературы, книг, видео. То есть, получается, вот он или первопроходит, откуда он это взял, может быть, он откуда это вычитывал, я не знаю, откуда он это взял. Вот Марк Профит. Так что вот, карта сокровищ. В принципе, никого не нашла датированным ранее его. Получается, может быть, он первопроходит или один из... Вот такие вот дела. И они как раз, знаете, вот учат, знаете, вот эти принесенные владыки, вообще Сен-Жермен, и вообще на самом деле у них там, вот книжки, книжки. Хотя казалось, знаете, как-то веление, ну, в общем, вот так. Это вот, знаете, такой факт, факт, о котором пишет Лизабет Профит в книжке. Так, что еще? Можно посоветовать сделать интересного, увлекательного и полезного. Меня восхищает пример известного голливудского актера Джима Керри, пишуя на 231-й странице моей книги «Тайная психология денег. Секрета богатства и процветания». Вот, о котором мы уже говорили в голове о позитивных настроях и аффирмациях. Так вот, Джим еще в начале своей карьеры, будучи никому неизвестным, мечтая стать знаменитым и очень богатым, делал следующее. Он выписывал чеки на миллионы долларов и раздавал их своим знакомым, а также выписывал чек на 10 миллионов на свое имя. И, кстати, как раз первым большим чеком на его имя за съемки в фильме был чек в 10 миллионов. Каково? Ну, что сказать. Такой чек я сама тоже выписывала из моей чековой книжки на свое имя, выписывала. У меня же была чековая книжка к моему счету, Bank of America. Еще я выписывала этот чек в 2004-2005 году. Прошло уже больше 15 лет. Я как раз тоже выписывала на 10 миллионов долларов. Чек себе выписывала на 10 миллионов долларов. Очень интересно, здесь написано, что он раздавал такие чеки, как бы с вами знакомые. Как эти знакомые относились к этому? Что это просто какие-то чеки, это тоже нужно как-то с юмором преподносить или как? В общем, даже не знаю, такой вот факт, что он как кому-то там раздавал эти чеки, это как-то было, как-то не знаю, все немножко по-разному как-то могут отнестись к этому. Ну что, Наполеон Хилл. Книжку Наполеона Хилла будем тоже изучать. Что Наполеон Хилл? Знаете, пишет у меня вот цитаты из его книги здесь. «Когда к вам приходят большие деньги, это происходит так внезапно, их приходит так много, что вы начинаете удивляться, где же они прятались все эти годы», – сказал знаменитый Наполеон Хилл. «Со мной именно так и случилось. До сих пор помню тот день, когда я осознал, что действительно добился финансового успеха». Вот. Будем читать его книжки, у него огромное количество книжек, будем изучать. Видите, пишет. «Грандиозного успеха добился, и деньги пришли внезапно и в огромном количестве». Я от всего сердца желаю вам испытать такое же состояние, чтобы к вам пришло столько денег и такое количество всяческих благ, которые бы превзошли все ваши ожидания. И самые смелые мечты желаю, чтобы все ваши светлые планы и желания исполнились, чтобы ваша жизнь была наполнена финансовым успехом. «И счастьем, и любовью, и изобилием», чтобы вы с гордостью могли сказать «Да, я действительно процветающий человек в полном смысле этого слова, и я делюсь своим процветанием с другими». Вы заслуживаете процветания, счастья и наслаждения всеми радостями, которые может предложить этот мир. Не так ли? «В каком бы положении вы сейчас ни находились, я знаю, что вы можете, можете все, просто нужно выпустить на свободу скрытые у вас безграничные ресурсы, а как вы уже знаете, уровень и качество вашей жизни определяет только ваш сознательный выбор». «Ох, пишу я на 242-й странице моей книги, в общем, с какой, знаете, я так долго эту книгу писала, несколько лет, с любовью, с душой подбираем там, как это, слова, слова, строчки, строчки, что-то списывала, выписывала, какой, как бы, какой великий труд, в общем, на самом деле, сколько я души и сердца вообще вложила в эту книгу». «Думала, что она будет, равнялась на Боди Шейфера и думала, что моя книжка будет мировым бестсельдом, лучше, чем у Боди Шейфера». Так что вот. И всегда помните слова Джоуппа Мерфи, когда весь мир говорит вам, что это невозможно, этого никто не может сделать, то человек с дисциплинированным сознанием отвечает, это уже сделано. Вот такие вот дела. Читала, изучала, выискивала шемчужины в книгах, там, в видеозаписях, аудиозаписях. Писала мою книгу просто. Уверенность и защищенность – это внутреннее состояние, которое можно приобрести, взрастить в себе, а затем просто поддерживать. Процветание и богатство – это состояние ума. Все начинается с вашего сознания и подсознания. Пишу я на 78-й странице моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вы смотрите мою программу, моей творческой студии «Позитивное мышление и силы позитивной мысли». Петяна Салмановна, Макту, Санфузи. Да, процветающий человек – это человек, который богатый, имеет деньги. Да, но не только. Это человек, который живет в гармонии с собой и с окружающим миром. Он здоров, счастлив, успешен и имеет время наслаждаться своим процветанием. Пишу я на 10-й овенской странице моей книги. «По вере вашей дано будет вам, а вера – это мысли в нашем разуме». Вера – это осознание того, что есть могущественная сила, которая создала этот мир, а также каждого человека. Она знает и может все, и способна всегда помогать нам. И все, что нам необходимо сделать – это обратиться к ней за помощью. Действуя через наши мысли, слова и воображение, она будет помогать нам творить нашу судьбу. Кстати, это я, как говорится, вычитала в одной из книг Джозефа Мерфи. Имейте это в виду. Я, как говорится. Продолжение следует... Промессинга вот я пишу. Это я тоже вычитала. Кстати, в иностранной книжке я вычитала. Промессинга. В основном иностранные книги я читала. Обратите внимание, здесь у меня ничего в моей книге не написано про фэн-шуй. Ничего не написано про фэн-шуй. Так что тот, кто... Ну, как бы, да, я занималась фэн-шуй, но в моей книге ничего про фэн-шуй нет. Просто меня удивило. Еще в Америке, когда я там все по фэн-шуй мерила, эти копистные направления, потом, когда я приходила в рестораны, как бы, сама я удивилась. Я когда в Хэспере приходили в рестораны, ходила в компас, он такой черный компас был. Знаете, такой открываешь, черный компас. Я мерила направление и садилась за столик в своем благоприятном направлении. Даже в ресторане, представляете? Настолько я увлекалась фэн-шуй. А потом, когда я обратила внимание, что уже эти компасные направления благоприятные стали ходить уже со мной, вот, я была просто очень удивлена, и как-то я вот это... Потом мы уже с Перри мерили, что если я, например, хотела, вот, вот, мое благоприятное направление было таким, да, я садилась за столик, вот таким оно и было. Перри там отходил 2 метра от этого столика, мерил в том же направлении компасом, а там было совершенно другое направление, вы поняли, да? То есть, когда я садилась за столик, вот, может быть, это сила сознания, не знаю, подсознательный разум, в 2 метрах от меня оно было совершенно другим. Но когда я садилась, я садилась уже в своем благоприятном направлении, это можно было даже померить рядом со мной. Отойдя 2 метра, направление было совершенно другое. Ну, грубо говоря, ну, уже возьмем, не будем там уже, понимаете, не то, что там юг с севером менялся, но возьмем немножко утрированное, знаете, если, например, надо было там, в общем, какое-то там восточное направление, да, восточное, вот, скажем, если оно было мне благоприятное восточное, вот, и я садилась, оно было восточное. 2 метра можно было отойти, померить, ну, было запрямо. В то же самом направлении, то есть, ну, не совсем, я просто кожу такую немножко уже утрировала, потому что там, как бы, в общем, ну, вы поняли, да? Это было очень удивительно. А если учесть, что есть не только комплекс на школу фэншу, есть разные, вот, из школы фэншу. Позитивное мышление, учимся видеть во всем хорошее, там, где я, всегда все удачно. Учимся видеть во всем и находить хорошее, концентрироваться только на положительных моментах. Искать и находить их. Ведь один человек видит только грязь под ногами, проблемы и трудности, а другой – чистое прекрасное небо, солнце, звезды. И умеет разглядеть через, казалось бы, трудности, препятствия, ростки будущих успехов. Думайте о прекрасном, концентрируйтесь на положительных моментах, говорите о хорошем, смотрите на красивое. Совершайте добрые дела, и ваша жизнь преобразится. Пишу я на 175 и 176 страниц. Прежде чем что-то сделать, всегда спрашивайте себя, доставит ли вам это удовольствие, пронесет ли радость. Не позволяйте себя эксплуатировать, научись говорить «нет». Дальше я привожу примеры моих полетов на самолетах. Вот про Упру Винфи, это интересно, я пишу тоже, я из книги взяла. В какой книге я взяла? «55 лидеров бизнес-империи». Глава 22. Не бойся, ибо я всегда с тобой. Страхи, сомнения, волнения. Запомните, когда вы запираете двери и гасите в комнате свет, вы не должны говорить, что остались в одиночестве, потому что вы не один. В вас пребывает Бог, а также ваш гений Джозеф Мерси. Просто жемчужина, жемчужина, знаете, мудрости. В один из трудных моментов в своей жизни, когда меня отобивали страхи и сомнения, положила себе на стул записку со словами «Не бойся, ибо я всегда с тобой». И вы знаете, когда я читала ее, мне с каждым днем становилось спокойнее, появились силы, в ситуации наступил просвет, и вскоре все разрешилось. В одной из своих книг Норман Винсент Пил пишет, как женщина застяла в лифте и позвонила диспетчеру, а тот ей говорит, «Мадам, не бойтесь, мы скоро починим лифт, я не боюсь, я не одна», ответила она, а когда дама вышла из лифта и в нем больше никого не оказалось, на вопрос, «Как же так, вы сказали, что не одна?» Она спокойно ответила, «Со мной был Бог». Замечательно, правда? Волнуются все, но выигрыш остается те, кто умеет справляться со страхами и сомнениями. Кстати, то, чего мы лишаем, своему вниманию блекнет и исчезает, мы уже говорили об этом, это касается и страха. Если вы выбрали путь к богатству, я читаю не все, я выборочно читаю мою книгу, если вы выбрали путь к богатству и процветанию, вы просто необходимо взять контроль над своими эмоциями. Дело в том, что если вы постоянно чего-то боитесь и опасаетесь, то это непременно исполнится, потому что с нами случается именно то, во что мы верим и о чем думаем. Поэтому скажите тебе, что вы обладаете силой избавиться от этой привычки, вы можете сделать это. Подоблюдайте за своей речью, исключите из нее слова, вызывающие волнение, страхи и беспокойство. Все негативные мысли сразу же заменяйте на позитивные. Я всегда в полной безопасности, я наполнена спокойствием и уверенностью. Я нахожусь под защитой божественных сил. Если бог и высшие силы со мной, кто может быть против меня? Высшие силы охраняют и защищают меня и моих близких сейчас и всегда и подсказывают все, что мне необходимо знать. Благодарю, да будет так. Я всегда все успеваю сделать вовремя. У меня столько времени, сколько мне необходимо. Страница 192, моя книга. Вы думаете, что великие люди и мудрецы не испытывают никаких сомнений, волнений и страхов? Не надо заблуждаться. Просто они знают приемы и методы, которые помогают им избежать этого и успокоить свое сознание. Вместо того, чтобы пребывать в беспокойном состоянии или волнений, эти люди дисциплинируют свое мысль и восстанавливают свое внутреннее спокойствие. Вы являетесь полным хозяином своих чувств. Помните об этом. Вы хозяин и никто другой. Когда вы осознаете это и контролируете свои чувства, вы полны энергии и сил. Вам подвластны любые дела. Вам подвластно все. Энергия течет через вас свободно. Вы бодры, полны сил и здоровья. А это именно то состояние, которое необходимо для реализации намеченных планов. Пишу я в моей книге на странице 195. Наполните свои мысли покоем, гармонией, верой и ожиданием наилучших перемен. Доверяйте процессу жизни. Верьте в то, что все хорошее, что должно произойти, обязательно произойдет. И очень скоро вы увидите и почувствуете чудеса, которые будут происходить в вашей жизни. Это просто удивительно. Как переключая свой разум с негативных мыслей на позитивную, вы избавляетесь от тревог. Пока вы стремитесь избавиться от страхов, они цепко держатся и гонятся за вами. Когда вы отпускаете негативную ситуацию, она утрачивает свое значение. Жизнь здесь и сейчас. Жемчужное ожерелье и счастливое плановение жизни. 23 глава моей книги. Единственное, что может со мной сегодня случиться, это еще один прекрасно прожитый день. Бодо-шефер. Радость, счастье и любовь всегда с нами. Говорим добро, излучаем радость, концентрируемся на красоте, дарим счастье и делимся любовью. Значит, у меня, наверное, будет тибрейк. Сейчас здесь столько времени, сколько я уже видео здесь заснимаю. Ох, у меня уже идет час, час и 50 минут. Вы смотрите мою очередную программу, моей попской студии позитивного мышления и силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Вот такие вот дела. Я такая суперкрасотка. Моя книга. Тайная психология денег, секреты богатства и процветания. Кстати, на обложке, с этих сторон на обложке. Это мои фото. О, какие фото. Ну что, красиво. Или надо как-то, если я захожу, захочу себя как-то в общем показать в каком-то, в очень-очень красивом ракурсе. Понимаете? В красивом ракурсе себя нужно как-то вот это вот все это показывать. В суперкрасивом ракурсе. Потому что, в принципе, хотела себя как-то очень сильно близко. Ну, сильно близко, в общем. Или сделаем такой супер, чтобы все было суперкрасиво. Надо себе все-таки очень красиво, знаете, как-то у меня с селянной, как-то, в общем, вот этот... А чай? Как вот ти-брейк. В общем, ти-брейк. В общем, мне нужно ужин готовить. Дорогие друзья, у меня вообще, знаете, такой вот ужин, например, гранд-ресторанта. Буду готовить. Я все-таки еще позаснимать. В принципе, еще не так. Сейчас светло, сейчас белую ночь. Сейчас, знаете, Санкт-Петербург, славится своими белыми ночами. Эти белые ночи начинают, знаете, сейчас уже в июне начинаются у нас белые ночи в Санкт-Петербурге. Так что вот, welcome. Welcome to Санкт-Петербург. Белые ночи, эти мосты, неба. Вот. В Санкт-Петербурге вообще очень шикарно. Летом погода шикарная, мосты, белые ночи. Так что вот. Ну, судя по всему, сейчас вот этот вот, здесь там на ракушь так. Ну что, пусть все красиво будет, да? Пусть здесь-то стоит. Здесь-то более красиво. Сейчас чаю. Ну, чаю, чтобы подогреться, чтобы я столько... Где меня? Я вернусь. Пусть все красиво будет, да? 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 Продолжение следует... 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 Еще помидорку... Бананы... Тогда я сделаю беберброды... Сделаю пару бебербродов... Сейчас раздаваю... Помою этот чашечек... Раздаваю этот чай... Сделаю пару бебербродов... Сделаю пару бебербродов... Чай купила в магазинчике 7 шагов... Корона Российской империи... Название какое... Ох да... Корона Российской империи... Вкусы шикала... Кипяток... Вкусы шикала... Вкусы шикала... Вкусы шикала... А, еще киви... Вот... Сейчас я помою киви... Помою киви... Почищу киви... Сделаю киви... Сделаю киви... Или бананчик, можно сказать такой, в общем, тибрейк в рамках моей творческой студии, такой эксклюзивный тибрейк в рамках моей творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли. Икра красная, сметанка, красная икра, сметанка, достала я из холодильника, ну, потому что вам там не особо видно, да, что в общем. Так, вот сюда. Да, здесь нужно будет посмотреть на ту икру, которую я купила. И еще яйцо. Сейчас еще почищу, у меня вареное яйцо. Сейчас еще вареное яйцо, сейчас я его почищу. Яйцо. Субтитры сделал DimaTorzok Куриное лицо, вареное, немножко майонезика, сольки, сейчас немножко пустою. Субтитры сделал DimaTorzok Я даже не знаю, что вам сказать у мужчины. Надо мне как-то себя мотивировать. Булочка, булочка. В общем, если вы посмотрите мое и вчерашнее видео, и сегодняшнее, в общем, чтобы не повторять вот это вот все. Такое, как бы, как вам сказать-то? Мягко так сказать. Чтобы говорить, в принципе, только о хорошем. Только о хорошем, потому что уже сказано. Ну, сколько раз можно это повторять, правда? Сколько раз можно это повторять? Не знаю, стоит ли даже такое сказать или нет. В общем, сметанку, кладу сметанку. Да, как-то, знаете, взять еще какие-то обязанности. В общем, как говорится, послушали. Потому что уже сказано, уже неоднократно сказано. И такие вот дела. Это к мужчинам. Я к мужчинам это обращалась. Знаете, хочу просто сказать, что если я еще раз скажу, мужчин будет такое право потом мне сказать, как-то, знаете, Павел Малманн, вы сказали, что вы это больше говорить не будете. Это я про этот, про вас, все вот это про Лос-Вегас. Это, знаете, я к вам, к мужчинам, с этого отеля, уже с этим, с Париж-Париж, да, вот этот вот. Вот этот вот Париж-Париж. Я, когда в следующий раз захочу вот это сказать, я всегда буду думать, что на кону стоит половина вот этого отеля Париж-Париж. Хочется ли мне терять половину вот этих вот, я не знаю, там, эти миллиарды. Так что вот, я буду об этом думать, мужчина. Самое главное, чтобы вам хорошо спалось. Потому что, как говорил, как говорил это Игорь, можно такое сказать, или нет, или я опять буду как-то вот это вот мое видео. Как говорил Игорь, я его там пристенила. Ну да, ох, такая, такая пристенила. Ах, какие бухни, правда. В общем, в следующий раз, когда я захочу это показать по поводу вот этого, я всегда буду думать, мужчины, о половине вот этого отеля, в этот Париж-Париж, и буду думать, вот хочу я потерять мою половину отеля в этом Париж-Париж, или не хочу я потерять вот эти половины отеля в Париж-Париж. Это чтобы себя мотивировать. Это просто как-то у нас мужчины с вами так это по-крупному, да, по-крупному. А у Светланы Ермакурлой, она просто купюра, просто купюра. И вот, в общем, купюра. Хотя я даже не знаю, можно меня домотивировать с половиной отеля отеля? Мужчина, вы не хотите меня так это? Домотивировать, чуток. В общем, это я сделала сейчас лампочку, я откручу лампочку, это эксклюзив, вся. Для меня я вернусь, судьбу прямо. Лампочку, сейчас я откручу, откручу лампочку. Ух, смотрите, да будет свет. Так, немножко такое, как-то вот такое, такой дизайн-дизайн. 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 Мелка такая супер красотка. А еще нужно халву. В общем, здесь что? Еще халву. В общем, приготовила себе такой. Ти. Ти-брейк. Ти-брейк. Бутерброды с красной икрой. Куриное яйцо, киви, бананчик, чай. Корона Российской империи. Сейчас принесу зарядочку. Поставлю на зарядочку. А, еще пришли завтра в майонезик. Майонезик. О, я решил завтра. КИН. 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 сверху светом я выключу выключи верхний цвет будет беда Ну что, давайте посмотрим, как я буду смотреть на это без верхнего цвета, просто с нижним цветом. Ну что, моем мезик, немножко надо еще один маслицем, я вам покажу, что я буду смотреть на это без верхнего цвета. что у нас замечательного удивительного не знаю про про право ответ что бы рассказать думаю что там вот было такое что мне понравилось знаете я бы сказала так ощущаем себя через эти это ощущение через призму своей красоты через себя как же я как-то по-другому хотел сказать ощущение себя через призму красоты наслаждаясь собой наслаждаясь миром вот что было удивительного и шикарного лас-вегасе потому что это много спала очень даем говорил там завтра потом еще какой-то отдых потом я часа два два с половиной себя приводила порядок волосы макияж одежда и выходила такая знаете вот с макияжем с прической такая при аверты в общем сама себе завидовала наслаждая наслаждаясь собой виде насколько я принципе красивая я видела нас будет я с этим макияжем смотрела на себя в зеркало думала боже мой сама себе завиду и выходила вот таким вот этим настроем туда вот на этот променад и наслаждалась вот этими огнями этими отелями в общем наслаждаясь собой это точно это сто процентов меня не было такого никогда в жизни я очень много путешествовал но в основном это было какие-то знаете вот эти вот как называется поездки по горячей сделать такие поездки как бы она в общем как-то на курорты видишь как-то очень сильно как-то я вот на особо не кроме себя в общем это книжка по-другому было здесь и на каблуке и такая в обтяжку то есть я была настолько понимаете вот всегда вот там вот вечером и там там поздно да поздно 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 я возвращалась в отеле такая вся на макияже на красоте вот что было там наверное такого что мне понравилось возможно как раз это и есть самое приставать приставать с миром наслаждаясь наслаждаясь собой наслаждаясь с собой полиртовать с миром а почему я так была там накрашена всегда одета красиво потому что я была уже в разводе по римаксовом данке искала себе нового мужа я хотелось но выйти замуж у меня даже был там претендент на ночной дискотеке который узнал что у меня есть постоянная грин карта решил нам не жениться почти но как вы понимаете конечно не вариант был не вариант поэтому как показывают этих шикарных фильмов которые смотрю там эти девушки с утра они прямо на макияже на прическе на какой-то красивой одежде выходят куда-то там в офисе или куда-то там едут на машинах на работу все такие шикарные одеты при макияже вечером возвращаются домой а с утра снова там на работу при макияже такие все энергичные на макияже я когда-то снимала мои видео видео в Америке я была на таком макияже такой тон тональный знаете у меня такое своя система своя система сначала знаете автозагаром автозагаром потом кремом потом тональным кремом потом пудра потом эти румяна в общем чтобы выглядеть ну просто на тысячу процентов и так я заснимала мои американские видео в 2007 восьмом годах в годах восьмом до седьмом восьмом годах в америке на фикси цискин муров вот этот макияж так яркие губы яркие глаза это прическа это локоны несколько раз я в таком ярком макияже выезжала там на машине ну не такой супер супер уже на этом на зеленом доджи куда-нибудь на заправку или в магазин вот и я видела реакцию вот это вам помню мужчина который там на этой заправке люди просто смотрели потому что правда я производила я сама себя завидовала знаете как-то пошутить знаете как-то и видеокамера наверно тоже завидовала мне в общем как-то вот так потому что я вот так не красилась не ярко когда мы там спели были очень как-то в общем принципе хотя было пару раз на новый год кришна с новый год оставлю новый год может быть это было не очень супер так ярко потому что здесь я уже красилась знаете как эти как балерины но не очень конечно такой балерины уж очень красный балерины знаете как бы чтобы там вообще издалека было видно вообще мне конечно в лас-вегасе приехал туда с надеждой может я выиграю деньги была у меня такая моя поверху в лас-вегасе подумал может деньги выиграю столько покупала там лотерейных билетов в америке но не выиграла можно было такие огромные огромные сумму можно было какие-то не знаю там 100 до 100 миллионов что выиграть и не знаю там какие-то суммы такие разыгрывали парабол там эту сумму никто не выигрывал она приходила на следующий на следующий тур и что мы потом увеличивалась помню там самый большой был 200 миллионов там было можно было 200 миллионов это что долларов что ли такая сумма огромный выиграть я помню я помню такое если я смотрела кто выигрывает вообще это я однажды видел на каком-то заводе люди скинулись купили билеты много билетов этих лотерейных и представляете рабочих с на каком-то каком-то предприятии выиграли такую огромную сумму то есть обычные люди которые там на каком-то предприятии в америке работали выиграли такие огромные деньги так что вот что-то горяченького подарю и так и 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 А, ну да, знаете, вот эти вот банки. Банки с черной экрот. Кстати, обратите внимание, такой иностранный фильм я загрузила на мой страницу ВКонтакте. Книжный клуб, эти такие актрисы известные, там, американские. Я вам загрузила, сама еще этот фильм не посмотрела. Буду смотреть этот фильм, загружать это видео на мой канал Ютуба и смотреть тот фильм. Как он там, Книжный клуб или как он там называется? «Книжный клуб» «Книжный клуб» «Книжный клуб» «Книг» Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Как же она сказала, черпает, она почерпнула очень много материала, не из каких-то вот этих вот книг специальных, а она сказала из художественной литературы. Прочитав художественную литературу, она почерпнула очень много такого материала для своих лекций. В общем, так это очень удивительно, очень меня удивило. Я же не поняла, то есть мы теперь, я теперь буду только как-то о позитиве говорить, какие-то негативные моменты, это как-то будем опускать, в общем, ну там. Да, обратите внимание, как Наталья Правдина, Наталья Правдина, да позитиве, позитиве говорит, что он как-то для себя, в основном. Не, ну конечно, что-то там такое вот приводит, может какие-то там. Может быть надо было, конечно, все посмотреть книжку по интернету, здесь можно по интернету, я прочитаю вам. По интернету, отрывки из книги Натальи Борисовны Правдиной. Богатство в моих руках. Это была, как я вам сказала, моя такая, не настольная, а даже как-то назвать. Как раз, когда я куда-то шла, она была у меня в сумочке, это книжка, я с тобой там читала, такси читала, в общем-то, книжка, рассматривала, там, знаете, были аффирмации, картинки, какие-то там драгоценности, коронорозитки Люберии, в общем, вместе с аффирмациями, с фотографиями, по-моему, Натальи Правдиной, такая яркая, в общем, такая яркая книжка. Я начала уже книжку перечитывать, ну, по интернету, я там посмотрела, в Яндексе я могу почитать книгу онлайн. Мы же с вами, как говорится, вот, по кутему обсуждаем. Что мне так вот помогло феерическим изменить жизнь? Ну, ну, в семинаре попало, ну, там, где-то еще. Вообще, мне очень, я же вам уже рассказывала, мне очень понравилось. Я когда посетила курсы Натальи Правдина, она мне очень понравилась. Это был такой комплекс, понимаете? Если бы она не выглядела так, я бы сказала, я бы ее сказала, что она, ну, она очень красивая. То есть она была настолько, знаете, вот одета, и одета красиво, и выглядела она красиво. Эффектная такая, эффектная. Все, можно сказать, такой дорогой. Телефон, и сумочка, и одежда, и два аксессуара, и кошелек, и такая, и маникюр, и нарощенные ногти, с какими-то там этими штучками, понимаете, такие ногти. Вы понимаете, такой специальный маникюр. Вот, знаете, вряд ли бы я так впечатлилась, если бы она была, выглядела по-другому. И там, знаете, ну, ладно, не буду я как-то пример приводить. Знаете, там, я не знаю, хорошо будет сказано или нет. Там же в счастливом клубе была еще Алиса. Алиса, которую можно посмотреть на видео Натальи Борисовны Правдиной. Вот, которая там была, так скажем, вот там, так было сказано, что она тут предложила Наталье Правдиной организовать такой счастливый клуб. Очень такая, очень любезная, приветливая дама. Вот. И, кстати, там была ученица Натальи Правдиной. Ученица очень вот такая улыбчивая. И Наталья Правдиной про нее очень хорошо говорила. Как же ее звали? Она работала парикмахером. Вот. Не буду вам говорить, как ее звали. Люся. Люся. Думала, что если бы, например, курсы вела вот эта Люся, смогла бы я вот так вот очароваться. То есть, знаете, я просто не видела, не чтобы там, знаете, в общем, честно говоря, я очаровалась. И вот как она выглядела. В принципе, ну, в принципе, да, и, конечно, все-таки автор книг. Но там все к одному совпал ее. Вот образ, внешность. И, конечно, машина, и вообще, конечно, то ли это водитель был, то ли помощник, молодой мужчина, такой нам как бы моложе нее, такой симпатичный мужчина был, может, это водитель. Машина Геленваген. И помощник, в общем, как-то, и автор книг. То есть, это как-то так вот совпало, вы понимаете, да, таким образом это совпало. Просто я была на курсах, ну, не знаю, в обиду, не в обиду будет ему сказано. Есть такой Анатолий Донской, я посетила его в каком-то году, в 2000, может, и не знаю, да, в 14-м или 13-м, в каких-то годах его курсы. Он тоже написал книжку и преподавал, в общем, что-то там тоже связанное с позитивным мышлением. Вот. В общем, я прослушала его лекцию, так обводная была лекция, на его курсы я не пошла. Просто меня вряд ли можно было впечатлить тем, говоря, ну, Джон Кеха, что сказать, Джон Кеха был прав. Он стеснялся говорить вот такие свои семинары, когда жил в трехзвездочном отеле, честно говоря, впечатлиться, когда преподаватель вместе с вами идет на метро, вот он там вот это рассказал и так же идет на метро. Это не то. Может быть, у меня, знаете, такая планка. Так что вот. А как показано у Антони Робинса, понимаете, он на вертолете, понимаете, на вертолете к этому стадиону, к этому залу, и там люди его встречают, вот это, вот это эффектно. И люди думают, вот это да, вот это на вертолете или на лимузине. Как он пишет, живет в замке, понимаете, это на лимузине ездит. И на вертолете, и огромное количество людей. И понимаете, это уже впечатление, и в общем, и коучинг, и все это стоит дорого, и президентов консультируют, и это высший пилотаж. А если бы он с мамой вместе шел бы на метро, это не то. Может быть, конечно, разные уровни, то есть, знаете, уровни тоже бывают разные. Но хочется, знаете, как-то вот так вот впечатлиться, чтобы, в общем, замотивироваться, и вот такой вот прорыв какой-то вот этот вот. Получается, Джон Кеха был прав, чтобы вот это вот такое, как говорится, что подсознание может все, это вот этот курс Джона Кеха подсознание может все. преподавать, нужно же жить в 5 звезд статы в президентском номере, выглядеть шикарно, вот. В общем, соответствует. Вот такие вот дела. В общем, Надя, подведем. Стоит такой, как мне кажется, нужно так это красиво, красиво сказать, красиво сказать, сейчас Патяна Фомановна включает вверх. Это моя студия, фурская студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяны Салмановны Макту Сайфудин. Так что вот, я так понимаю, чтобы учить, если хочешь учить других о деньгах, нужно соответствовать и самому быть богатым, богатым, успешным, вот такие вот дела. Я вот так вот делаю, как бы, вот такой вывод, так что это моя программа. С вами была Татьяна Салмановна Макту с Сайфудин. Субтитры написал Игорь Негода. Субтитры написал Игорь Негода.